Продолжение следует... Продолжение следует... С маминой стороны тоже практически все русские. Дедушка у меня был священником в России. А во время революции, точнее из-за этого отвратительного гонения над духовенством, ему пришлось покинуть свою любимую Россию, и он оказался в Америке. Там у нас развивались такие русские православные сообщества, в которых мои родители познакомились, где меня воспитывали. Таким образом у меня своеобразное сочетание православного русского и современного американца. Что касается детства, оно у меня было в Нью-Йорке, только приятные, хорошие воспоминания. Меня правильно воспитывали с самого начала, любить свою родину. Это было либо я тут про Россию, а не про Америку. Я считаю, что Америка, наверное, особо не может быть родиной для никого, потому что это страна иммигрантов, на самом деле. Все приезжие откуда-то во мне воспитывали любовь к своей родине. Мое русское начало отражалось во всех моих действиях и мыслях, так сказать. Я считаю, что во мне есть очень много русского, глубоко русского и очень много американского. Когда я общаюсь с русскими, они меня воспринимают как американца, а когда я общаюсь с американцами, они меня реально воспринимают как русского человека, как что-то немного чужое. Поэтому я что-то уже просто сложно сказать. Я учился чисто в западных школах. С самого раннего детства это было в Нью-Йорке. Потом мы переехали в Лондон со 2 по 12 класса. Я учился в американской школе в Лондоне, потом поступил в американский вуз в Нью-Йорке. Поэтому образование у меня чисто такое западное и менталитет, так сказать, тоже западный. Но всегда во мне была вот эта любовь к России. И в университете я начал увлекаться достаточно серьезной, патриотической, так сказать, литературой. У меня двойная специальность – экономика русской литературы. Пожалуй, это где-то в моих генах. Моя бабушка преподавала русскую литературу в Гарварде. Мой папа не только священник, но и финансист, активным бизнесом занимается. Я родился в семье активно практикующих русских православных. Но искания, конечно, не были. Я думаю, что каждый человек пришел бы к живой и искренней вере. Он должен для себя найти ответы на определенные вопросы, и искание действительно было. То есть я всегда был воцерковленным человеком, но не совсем осознанно, так сказать, стоял там в алтаре, например, прислуживал, ходил в церковь. Только в университете я начал осознавать ту ценность, которую я наследовал, ту духовную силу. Она начала для меня открываться в книгах. Я тут благодарен трем писателям. Это Александр Сальевич Солженицын, Федор Михайлович Состоевский и современный канадский писатель Джордан Питерсон. Про Питерсона я просто скажу, что это совершенно не случайно, что его любимые писатели тоже Достоевский и Солженицын. Эти три человека, они постигли истину во многом, и для меня являлись, так сказать, очень ключевым мостом для перехода в, так сказать, живую такую искреннюю веру. Только потом я перешел на, так сказать, более мощную литературу духовную, например, там, книги Митрополита Илариона и так далее. Недавно начал подиаконствовать, живу в России. Тут православная церковь очень активная, молодежь очень активная. И на ежедневной основе у меня вера все укрепляется. Православие все-таки универсальная религия. Иисус был фигурой универсальной, поэтому искренне православные люди в своей вере мало отличаются. Но по менталитету, по характеру, зависимо от, где ты родился, там, например, русские, американцы, они очень сильно отличаются. Если верить, что русская история выработала характеры более сильные, глубокие, интересные, это не мои слова, на самом деле, это так Солженицын верил. Я с ним в целом согласен, потому что у меня похожий опыт был, как у него. То есть он своими глазами, он жил в Америке долгое время, и все жаждал, мечтал вернуться в Россию. Службы и церковная жизнь в Америке не так сильно отличаются от русской церковной жизни. У нас там ведутся службы на церковно-славянском, у нас там трапезы, там собираются молодежь. У нас там русская школа, по субботам ребята уходят в школу, учат закон Божий. У нас там съезды. Я помню, когда я был маленьким, мой брат, моя сестра полетели в Иерусалим. В этом смысле немало отличаются, но в последнее время, как я понимаю, там некоторые приходы и монастыри, как, например, Джордан Виль, они переходят на английский язык, то есть ведут службу на английском. Для меня, я считаю, это нам не то, что неправильно, но теряют связь с традицией, связь с тем, что когда вступаешь в храм, и для тебя открывается вот этот действительно иной мир, вот церковно-славянский способствует этому, а когда переходишь на английский, там теряешь вот эту связь с иным миром. Передо мной даже не стоял вопрос, я просто, я знал, что я очень хочу жить в России и вернуться при первой возможности. Такая возможность наступила после окончания вуза. Только в этом году вышел опрос, не опрос, а отчет, кажется, Forbes, возможно, я ошибаюсь, но как бы достоверный западный источник, вышли с статьей 100 самых привлекательных городов в мире. И Москва стоит на четвертом месте, то есть Москва, правда, очень прекрасный город с интересной историей, очень красивой архитектурой, с очень интересными людьми, конкурирует с Нью-Йорком, с Лондоном. Я лично думаю, что тут намного приятнее жить, чем там. Единственная трудность, это касается моего языка, он русский, у меня второй язык, но я в какой-то момент, когда понял, что я сюда приеду, начал работать над этим в университете, и за последние три года его достаточно сумел улучшить. А так, три года назад, как только переехал, я очень сильно тупил, и приходилось выходить из зоны комфорта. Вот это было неприятно. Но все ценные вещи, да и все ценные вещи, они требуют труда. Люди в России кардинально другие. Тут страна и люди очень сильно отличаются, да, безусловно. Это практически как, не знаю, на какую-то другую планету улететь, более интересную и глубокую. Более комфортно и спокойно себя чувствую в России, нежели... Ну, в Лондоне, например, меня два раза ограбили, как бы в самом хорошем, ну, в одном из самых хороших районах в Лондоне, а тут в Москве совершенно безопасно себя чувствую, правда. Я начал работать, уже работаю два года в отделе по слиянию и поглощению. Короче, я целый день сижу у компьютера, строю финансовые модели, готовлю инвестиционные презентации, иногда участвую на встречах с представителями различных компаний. Вот чем я занимаюсь, это занимает практически все мое время. Меня недавно пригласили подиагностовать у митрополита Иллариона. Для меня это огромная честь, это, на самом деле, участвовать на этих службах. Это меня очень сильно вдохновляет, это меня ориентирует правильно в жизни, это меня как бы укрепляет, и я испытываю благодарность. Это меня заставляет задуматься о таких самых важных вещей в жизни, поэтому для меня это огромное удовольствие. Вот был у меня этап воцерковленности, когда это было просто неосознанно, непонятно, зачем эти ритуалы. Питерсон, например, блестяще объясняет значимость ритуалов в целом. И потихонечку, вот увлекаясь, на самом деле, по моему мнению, истиной, я потихонечку вот приходил к пониманию и осознанности вот этой глубины, вот этой духовной ценности, и иметь честь и подиагностовать с такими серьезными, приятными и активными участниками церкви, слышать этот хор потрясающий. Иногда, честно, у меня просто хочется... Ну, слез у меня пока в алтаре не было, но, правда, я чувствую такие вещи там иногда, что это вдохновляет на самом глубоком уровне, ориентирует меня правильно, испытываю глубокую благодарность. В целом, это для меня огромное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok